Дима Хаски Но подбираюсь к финалу и предвижу, что он уже где-то близко. Выберется Дима из этой кишки или нет, пока я не знаю. Но предвижу еще одну вещь, что, наверное, видео это получится достаточно длинным. Поэтому приготовьтесь, если вдруг я прерву свой рассказ на половине слова, чтобы просто слишком долго не занимать ваше время, и тогда в следующем видео продолжу. И, надеюсь, завершу свой разговор о этом альбоме. А сейчас мы с вами подобрались к треку «Реванш». Этот трек стоит на 14-м месте в альбоме, то есть даже не на предпоследнем. На предпоследнем месте стоит трек «Старуха», о котором я уже говорил. Но дело в том, что «Старуха» в моем восприятии – это следствие того, о чем говорил Дима в «Реванше». После «Старухи» будет аутро и, собственно, уже финал альбома. Но я сказал, что вот я подобрался к треку «Реванш». А о чем же говорит нам Дима в этом треке? Начинается трек с музыкального вступления, от которого попахивает Средневековье. Там и орган какой-то звучит, и еще какие-то такие вот мрачные инструменты. А что такое Средневековье? Это времена, когда водились вампиры, когда по улицам шастала всякая нечисть, там, привидения и прочее. И вот этим вступлением музыкальным нас Дима вот как бы и готовит к тому, что вся эта нечисть, все эти привидения и прочее сейчас появятся. И слушаем. В капсульной гостинице под землей в разваленных ртах колосится вой, будто где-то форточка плачет. Ой, это заворочился пращур мой, над могилой корчится пар седой. Ну, смотрите в эти строки, слушайтесь. Тут смущает одна вещь. Капсульная гостиница. А что это такое? Капсульная гостиница. Ну, это нововведение, которое пришло из Японии. Это такие крохотные, даже номерами назвать нельзя, вот клетушечки, в которые человек может залезть и там, скажем, провести ночь. Жить, в общем-то, в такой клетушке, ну, совершенно невозможно. А вот, что я выписал из Википедии. Осенью 2009 года руководство Московского международного аэропорта Шереметьево объявило об открытии в помещении одного из терминалов первого российского отеля капсульного типа. И называться этот отель должен воздушный экспресс. Ну, честно скажу, не знаю, открыли в Москве такой отель или не открыли. Но, видите, Дима не случайно упоминает эту капсульную гостиницу. То есть, для Димы такая капсула, да это просто гроб. И вот, ежели это гроб, то как бы становится понятным всё дальнейшее, о чём нам говорит в этом своём треке Дима. Тут и заворочился пращур, тут и над могилой корчится пар седой. То есть, вот из этой капсулы, из этого гроба, выстаёт покойник. И дальше мы в треке видим, слышим, ну, такую сцену. Я пропускаю тут немного. «Спит моя дочка, кусок меня, матери тёплый сосок жуя. С улицы лаются колдыри, домогается палец звонка двери, щёлк-щёлк, замок, до пороги труп». Ну, если вы смотрите все эти строки, то вот, скажем, первые две. Это, в общем, нормальная человеческая жизнь. Ну, какой, наверное, она, эта жизнь и должна быть. Мать, кормящая ребёнка, отец, ответственный, чувствующий ответственность за всё это. Ну, чтобы был покой, порядок в доме. Он ответственен за эту мать. И ребёнка, видите, как он воспринимает, что это часть меня. То есть, это его будущее, этого отца. Ну, сюда вкрадывается. На улице или с улицы лаются колдыри. Ну, колдыри – это жаргон, я думаю, все поняли, о чём тут речь. Это алкоголики, пьяницы, в общем, вот такого рода публика. И вот то, что о них кричат, лаются на улице, ну, наверное, несколько нарушает вот этот нормальный, размеренный быт той жизни, какой бы она вроде бы должна быть. Ну, в конце концов, можно к этому привыкнуть и перестать обращать внимание. Но вдруг звонок открывает Дима или его лирический герой дверь, и на пороге стоит труп. И в этом месте Дима делает паузу. Прерывает свой речитатив, и на какое-то время мы больше не слышим его голоса, и паузу делает не случайно. Потому что в этом месте всё переламывается. Был такой фильм «Покаяние». Старый фильм, он был снят ещё в 1984 году, ещё в СССР, на киностудии «Грузияфильм». Режиссёр этого фильма – Тенгиз Абуладзе. Ну, а почему, собственно, я вспомнил сейчас этот фильм? А вот ситуация, которую нам преподнёс только что Дима, ну, как-то вот ассоциируется с тем, что происходило в этом фильме. Не хочу сказать, что она похожая, там, один к одному совпадает, но вот какая-то параллель, ну, возникает. Ну, напомню в двух словах, что там происходит. Город какой-то, причём не надо этот город отыскивать на карте, он придуманный, этот город. И в этом городе был мэр, которого звали Варлам Аравидзе. И начинается фильм с того, что этого Варлама Аравидзе, этого мэра, хоронят. Ну, там, всякие почести ему воздают, дифирамбы поют, какой замечательный был человек, и прочее, прочее, но хоронят. И тут сразу возникает такая вот игра с фамилией Аравидзе. Ну, я понимаю, мы все не знатоки грузинского языка, я себя тоже не причисляю к его знатокам, но всё-таки я заглянул по любопытству. А дело в том, что такой фамилии Аравидзе у грузин в Грузии просто в принципе не может быть, потому что корень этой фамилии Аравидзе – это никто, ничто, ничего. То есть пустота какая-то. Не могут человеку присвоить такую фамилию. И тут опять мы возвращаемся к Диме. Ведь смотрите, о чём нам Дима наговорил, напел в своей оде ничему. «Слипшиеся волосы под мышками Христа, чёрная смородина свалившегося рта, лобовая жила, ядовитая змея – ничего. И глаза могилы, что не видят ничего». Ну, здесь Христос появился. Я сейчас на нём своего внимания и вашего внимания акцентировать не буду, потому что к Христу мы ещё с вами вернёмся. Но глаза могилы, что не видят ничего. Ну, а покойник, а что с него взять? Конечно, он ничего не должен видеть. Так вот, в фильме речь идёт, ну, вроде бы о том же. Как я уже сказал, он начинается с похорон мэра, и там присутствуют, ну, самые разные люди, и, естественно, присутствует сын этого мэра. Человек, который сделал карьеру, ну, а как не сделать карьеру в городе, в котором твой папа – мэр? То есть, вроде как, всё нормально, да? Но дальше начинают происходить события, ну, страшные, я бы так сказал, что вот уже на следующий день, после этих похорон, труп вот этого никто, ну, этого самого умершего мэра, оказывается напротив дома, где вот как раз и живёт сын усопшего, ну, сын с семьёй и так далее. И когда мы вглядываемся в глаза этого покойника, этого усопшего мэра, мы вдруг замечаем, что автор нам, автор фильма, на что-то намекает, что он на кого-то похож. И вот давайте я вам приведу сейчас фотографии. Взгляните. Ведь, ну, похож он на Ваврентию Берия. Ничего не поделаешь. Ну, на самом деле, тут не надо воспринимать это, конечно, так вот конкретно, что вот, дескать, да, что Абуладзе указывает именно вот на этого человека. На самом деле, конечно, Абуладзе здесь имеет в виду не конкретно вот именно этого человека, именно Ваврентию Берия, на которого усопший, как я сказал, похож. Ну, я вам, видите, показал фотографию Берия, а потом показал фотографию Автандила Махарадзе, то есть актёра, который исполнял роль этого мэра, Но что тут нам хочет сказать автор фильма? Что такого типа люди – это, ну, воплощение какого-то трансцендентного зла, которое вот материализуется в какие-то конкретные личности. Ну, назовём их диктаторами. Ну, а теперь давайте послушаем Диму. Каплями кропать чужие ляжки, Жрать и опорожнять стекляшки, Врать, паясничать, бить посуду, Короче, драть эту жизнь, как суку. Ну, что тут поделаешь? Что вот именно так и вошёл в народную память вот образ этого человека, этого Лаврентия Павловича. Поскольку, ну, даже можно сказать, какой-то архетип такой вот сложился, такого вот бабника, паскудника. Ну, и люди, естественно, боятся такого типа людей. Боятся по очень простой причине, потому что эти люди, как правило, весьма примитивные вот по своему устройству. Тем не менее воспринимают себя, свои суждения, свои поступки какие-то, свои взгляды на мир, как какую-то истину в последней инстанции. И всё, что чуть-чуть выше них, они просто отсекают, отрубают. И, как я сказал, люди их боятся, и есть повод бояться. Ну, и давайте я вам покажу опять две картинки. Вот эта картинка, это кадр из фильма. А вот теперь другая картинка. Ну, и я уверен, что вы тут поймали, увидели какие-то вот сходства, какие-то ассоциативные связи. Но давайте я не буду разбирать этот фильм, это другая тема. То, что нам рассказывает в своём треке Дима, конечно, отличается от того, о чём рассказал нам автор фильма «Покаяние». Но, тем не менее, к «Покаянию» я ещё вернусь, но потом по другому поводу. А сейчас фильмы я выберу только то, что относятся к той теме, которую вот затрагивает Дима. Труп в фильме не ожил. Его выкопали, да? Я, ну, я не успел сказать об этом. Дело в том, что сразу же после похорон этого мэра в фильме присутствует героиня, родители которой, ну, погибли просто, которых уничтожил этот самый бывший мэр, бывший диктатор, этот ничто. И она, собственно, вот и ставит его перед окнами сына и его семейства. А слушаемся в Диму. Видите, вот и до реванша Дима добрался. А что же за реванш нас с вами ждёт? Или какой реванш хочет нам предложить этот труп, этот оживший покойник? Поскольку у Димы так не он ожил. Ведь он сбежал с погоста. Об этом было сказано. И зародился, возник, выбрался он, вы помните, из капсулы в гостинице. То есть из гроба. Ну, в нашем восприятии гроб, это что-то. Уж кого туда положили, всё, с концами, что называется. А нет. Оказывается, может он оттуда выбраться. И, оказывается, эти диктаторы, вот эти люди такого вот типа, о каком нам сказал Абуладзе в своём фильме, не просто сгинули, а они присутствуют. Они живут вокруг нас сегодня. Ну, я употребил слово «живут». Наверное, оно сюда не очень подходит, потому что труп живёт. Но, тем не менее, они есть. Давайте будем пользоваться таким словечком. И что происходит дальше? Эти нечисти мешают нам жить. Ведь чем они будут заниматься, эти нечисти? Опять прислушаемся к Диме. Врать, паясничать, бить посуду. Короче, драть эту жизнь, как суку. Драть чью жизнь? Ведь, заметьте, нашу с вами. Но, стоп. Как я сказал, к фильму «Покаяние» я ещё вернусь. Но, коль скоро мы с вами заговорили о трупах, покойниках и всей этой некрофилии, тут, видите, ещё кое-что приходит на ум. А на ум приходит Слава КПСС. Любит он эту тему. Вообще, любит вот такую вот безысходность, какой-то пессимизм. Иногда даже это доходит до какого-то любования, вот распадом, гниением и так далее. И я это всё говорю не для того, чтобы вот как-то принизить Славу КПСС. Нет, у каждого своё. И я могу сказать, что вот умение показать всё это, это сильная сторона Славы. Ну, прямо как у Ницше. Падающего подтолкни. И вот Слава КПСС именно и подталкивает. И, собственно, вот именно этим подталкиванием вот этого падающего, ну, он, помните, и разделывался в своём знаменитом батле с Оксимироном. То есть, ну, победил Оксимирона, ничего тут не скажешь. То есть, вот всё сломал, всё разрушил. Опять же, это другая тема. Ну, вот видите, и так, оказывается, можно всё это повернуть. Ну, тут я мог бы ещё и Юрия Мамлеева вспомнить, его Шатунами и многое другое. Но мы с вами всё-таки говорим о Диме, поэтому давайте не буду уходить настолько сильно в сторону. Так вот, что же нам говорит Дима об этом самом ожившем покойнике, который выбрался из капсулы, из гроба вот в этой самой капсульной гостинице? Труп будет трахать мою жену, нюхать коху, курить траву, в глухих отелях сходить с ума, в клубах котельных цедить слова, Плясать, разбрасывать струпья фраз, глядят опарыши трупьих глаз, толпа тишит, как ансамбль мокриц, лохмотья кожи сползают с лиц. Ну, как я сказал, это всё тот же трек-реванш. То есть, как вы можете заметить, ну, любования здесь никакого нет, а скорее какое-то чувство отвращения, страх, ну, если хотите, даже отчаяние. И происходит всё это в той же самой кишке, хашханоге, о котором мы с вами продолжаем говорить. И такие вот страшные сцены, они у Димы множатся, ну, он буквально наворачивает их одна на другую. И тем сильнее, вот, чем больше этих сцен нам преподносит Дима, тем сильнее, как я сказал, хочется выбраться из этой кишки. Ну, и Диме хочется из неё выбраться, ну, и нам, очевидно, тоже. И снова и снова возникает один и тот же вопрос. А есть ли шанс? А можно ли всё-таки, в конце концов, из неё выбраться? А вдруг все попытки, ну, бессмысленны? Вы наверняка обратили внимание, что в заголовке к этому видео я назвал фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Ну, у кого-то это, наверное, удивило или продолжает удивлять. Поэтому просто, ну, считаю нужным напомнить, что моя тема постмодерн. Я знаю, Диму рассматривают иначе, альбом его рассматривают иначе. И даже есть такие, кто ропщут на меня, что я вот с этой именно позиции пытаюсь подступиться к этому альбому. Ну, в конце концов, у каждого права смотреть на произведение искусства со своей точки зрения. И любая другая, ну, для меня так же приемлема, как и та, которую я высказываю. Но я придерживаюсь своего взгляда, своей темы. И поэтому буду продолжать всё-таки разбирать этот альбом именно с позиции постмодерна. А ведь рассказывая о постмодерне, помните, я и о Резоме как-то говорил. Ну, если кто-то пропустил, то рекомендую туда заглянуть. Я и о философской концепции Жиле де Лёза и Феликса Гватари рассказывал. И рассказывал о том, как вот понимали постмодерну Жан Бодрияр или там Мишель Фуко. И о них тоже рассказывал. И рассказал даже о том, как, отталкиваясь от Фридриха Ницше, Альбер Камю приходит к мысли написать. Ну, не только приходит, а написал, в конце концов, свой миф о Сизифе. И для того, чтобы вот понять всё то, что я сейчас пытаюсь вам преподнести, все эти вещи, ну, надо просто держать в голове. И поэтому я ведь не могу без конца повторяться и каждый раз пересказывать то, что говорил однажды. Поэтому тут остаётся только два варианта. Один вариант, если кто-то хочет понять то, что я скажу дальше, то, наверное, есть смысл оглянуться и всё-таки посмотреть те видео. Либо смириться с мыслью, что многое из того, что я скажу дальше, ну, останется просто непонятно. Так вот, я назвал фильм Андрея Дарковского «Сталкер», который, как сказал, вставил название своего видео. И, поверьте, сделал это совсем не случайно. Помните, в этом фильме есть коридор, по которому идут герои этого фильма. Ну, герой их ведёт вот этот самый «Сталкер». Коридор, ну, страшный коридор. И вполне его можно сравнить вот с этой самой кишкой, в которой оказался Дима. Мы ведь задаёмся вопросом, а можно ли проползти по этой кишке, а есть ли возможность из неё выбраться. Так вы помните, там в фильме «Сталкер» говорит об этом, что отнюдь не всем удавалось пройти по этому коридору. Очень многие не дошли до намеченной цели. А идёт коридор к комнате. Это комната, в которой исполняются все самые сокровенные желания, ну, вот того человека, который сможет туда добраться и эти свои мечты, желания как-то сформулировать. Но, как сказал, можно и не дойти, можно по дороге погибнуть. Точь-точь, как это может случиться и в кишке хашханоги. И тогда, ну, давайте не станем забегать вперёд. Раз мы с вами погрузились в мир постмодерна, то следует насторожиться. А почему я сказал насторожиться? А дело в том, что мир постмодерна в чём-то вот сродни зоне вот из этого самого «Сталкера». Помните, как «Сталкер» бросает гайки для того, чтобы вот убедиться, что ничего тут такого по дороге нет, и можно пройти какой-то отрезок пути вот до того места, где эта гайка упала. Ну, в фильме там гайки с бинтами, поэтому давайте мы попробуем бросать такие гайки, чтобы не совершить какой-нибудь, не дай бог, неверный шаг. И вдруг мы вот тут увидим, что «Сталкеру» Тарковского предшествовала повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Ну, кто-то скажет, постой, постой, мол, Геннадий, разбирать-то мы всё-таки начали трек «Реванш». Ну, опять вернёмся к этому «Реваншу». О чём говорит Дима вот в этом самом треке? «Труп будет трахать мою жену, нюхать коку, курить траву». То есть речь-то ведёт о мертвецах, о боживших покойниках. Так ведь и у Стругацких в их «Пикнике на обочине» говорилось, в общем-то, о том же. Давайте приведу вот такую цитату. «Нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришёл, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен. Все оттуда уехали. И вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад. Ещё до посещения. А теперь вот привет припёрся». Ну, кто-то уже догадался, кто нет, подскажу. Это «Из пикника на обочине». Там герой фильма, этот самый Редрик Шухарт, едет в такси, и вот таксист делится с ним новостями, что нового за последние дни произошло в этом городе Хармонти. Кстати, точно так же придуманным, как это было в фильме Абуладзе, и искать этот город на карте я никому не рекомендую, всё равно не найдёте. Но, одна любопытная вещь, на неё есть смысл обратить внимание, что если в покаянии ассоциации всё-таки возникают с каким-то городом, который, ну, присутствовал в стране под названием СССР, тогда это был ещё СССР, то вот Хармон, о котором говорят Стругацки, это где-то на Западе. Ну, опять же, где-то, неизвестно где. Ну, давайте ещё один отрывок приведу из Стругацких. Старик сидел за столом, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое тёмное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Ввалившийся без губы рот, остановившиеся без блеска глаза, от него исходил душный тяжёлый запах разрытой земли. Ну, вылез из этой земли, покойник. Но ещё одна цитатка. У стола рядом со стариком неслышно возникла мартышка. Постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к муляжу и положила голову ему на плечо. Ну, муляжу Стругацкие там называют этого самого покойника. Ну, и дальше тут у меня небольшой пропуск. Ты чего на них уставился? Негромко спросил Редрик. Ну, он там сидит с собеседником. Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот. Говорят, от них здоровье исходит. То есть видите, какой поворот. Дима нас пугает этими покойниками. А у Стругацких здоровье исходит от них. Я специально в этой цитатке выделил вот эти два последних слова. Здоровье исходит. У Димы покойники – это зло. В фильме «Покаяние», о котором я сказал несколько слов, тоже зло. А вот у Стругацких – нет. Ну, и возникает вопрос, а почему? А потому что здесь вторглость трансцендентная. В повести будет говориться о пришельцах. Ну, в этом самом пикнике о обочине. Ну, высказывается предположение, что это откуда-то там сальфа, центавра. Но, неважно, я все это сейчас упускаю, мы не об этом говорим. Тут снова возникает вопрос. В фильме «Сталкер» воскресших покойников нет. И вообще от пикника на обочине в фильме, в общем-то, осталась, ну, по сути, только одна зона. И еще философские рассуждения о смысле жизни. Помните, там, профессор, ученые, вот они спорят, высказываются. «Сталкер» вставляет что-то. Ну, вот только такие вот рассуждения. Я понимаю. Я, конечно, все это огрубляю. Конечно, фильм «Сталкер» намного глубже, чем я сказал. Когда Аркадий Стругацкий работал на сценарии к этому фильму, а если вы смотрели фильм и сейчас посмотрите, то увидите, что в титрах стоит два имени. Борис и Аркадий. То есть, вроде как, братья написали сценарий вместе. Ну, это у них так было заведено. Но, неважно, кто сделал, что сделал, кто больше, кто меньше, они всегда подписывались двумя именами, но, во всяком случае, пока оба были живы, вы знаете, Аркадий умер раньше Бориса. Ну, не буду сейчас в их биографию покружаться. Я только хотел сказать, что сценарий к фильму Тарковского все-таки писал Аркадий. Тарковский не писал, но он все время носил поправки. Это измени, это переделай, это пусть будет так, это будет иначе. И, в общем-то, временами доходило до того, что от того первоначального сценария, который сначала написал Аркадий, почти ничего не осталось. И в какой-то момент тогда у меня была возможность общаться с Аркадием Натановичем. И я помню, даже как-то вот спросил его, ну, вы написали такую замечательную книгу. Тарковский решил ее экранизировать. Ну, зачем же надо, в общем, все это переделывать, и почему вы с такой легкостью вот ему уступаете? И тут Аркадий ответил, на всю жизнь я это запомню. Когда имеешь дело с гением, подобных вопросов не задают. Задавал, на самом деле, Аркадий ему, конечно, вопросы и прочее. Но, тем не менее, вот отношение Аркадия к тому, что делал Андрей Тарковский, вот в этой фразе просто сформулировано так, что тут ничего не добавишь и ничего не убавишь. И то, что сделал Тарковский, это нечто иное. Это, конечно, не пикник на обочине. Помните, мы как-то говорили, что поэт или художник, когда вот на него произведло впечатление какое-то произведение искусства, и он хочет что-то, отталкиваясь от этого произведения, создать свое, то он не пересказывает, не перекладывает это, скажем, там, из музыки в поэзию или, скажем, из книги там на полотно, если это художник. А он пытается всегда создать что-то свое, адекватное тому, вот, что он увидел, услышал, воспринял. Ну, я пример даже приводил, скажем, вот, Ницше с его трактатом или философским трудом, так говорил Заратустра. А вот Рихард Страус берет и пишет музыкальную поэму, как он ее назвал. Ну, конечно, он не пересказывает Ницше. Он создает вот нечто, на его взгляд, адекватное. Ну, а уж наше дело судить, удалось ему это или нет. Я еще Черлениса вспоминал, который в живописи пытался нам преподнести музыку, да. А Гейми, например, перекладывал на стихи, ну, какие-то визуальные образы, какие-то легенды. Ну, и так далее. Не буду сейчас обо всем этом повторяться. Я только хочу тут сказать, что, когда из одного вида искусства что-то перетекает в другой вид искусства, то там художник просто обязан задействовать какие-то иные свои средства. И вот именно поэтому, на мой взгляд, Тарковский и поступил так, как поступил. Но проблема. И это уже проблема наша, зрители, людей, которые слушают, смотрят, воспринимают. Если вот в поэзии, в музыке мы готовы это принять, то к кино мы почему-то относимся иначе. В кино мы почему-то считаем, что если вот мы услышали, прочитали где-то, что вот кто-то делает экранизацию, предположим, какой-то книги, то мы считаем, что вот на киноэкране режиссер обязан повторить все, что в этой книге было. И мы начинаем вот тщательно отслеживать, насколько точно он следует там за сюжетом, то ли сказал герой или другое, там или что-то еще, третье, пятое, десятое. И, как правило, попадаем в ситуацию или приходим к мысли о том, что вот книга лучше, чем фильм. Потому что вот мы ее прочитали, а в фильме мы этого не увидели. Ну, на эту тему ужасно Станислав Лем любил рассуждать. Он говорил о том, что книга от кино, ну, принципиально отличается. Когда мы с вами читаем книгу, ну, вот Лем говорил, я там написал, например, модуль какой-то, сел там на Марс, на Венеру, неважно куда. И каждый читающий, ну, как-то представляет себе этот модуль. Я, говорит, его не описываю, я его только назвал. То есть читатель вот сам создает эти образы. А когда мы смотрим на киноэкран, мы видим образы, созданные режиссером. То есть вот он так увидел, предположим, этот модуль. И прошел год, прошло 10 лет, 20 лет прошло. И наши представления там о космосе, о полетах куда-то принципиально поменялись. А нам показывают вот то, что когда-то там в декорациях построил тот или иной художник. И мы воспринимаем фильм как устаревший, то есть мы разочаровываемся. Так вот, я просто возвращаюсь к тому. В книге или там в музыке, или когда мы слышим стихи или слушаем тот же рэп, мы создаем в голове собственные образы. А кино – искусство визуальное. И оно нам эти образы как бы навязывает. И вот поэтому Тарковский, как я сказал, пошел другим путем. Он именно создал нечто адекватное тому, что написали братья Стругацкие в своем пикнике на обочине. Но это другое произведение искусства. И ни в коем случае не надо его сравнивать с тем, что было сделано в этой повести. И поэтому вот Аркадий Натанович так вот пошел за Тарковским, потому что это понял, почувствовал и сделал для него то, что вот Тарковский хотел от него получить. Ну, чувствую, что должен в этом месте остановиться, хотя тему не довел до конца, но я поглядываю, как всегда, на свои часы. Сказать я собираюсь еще очень много. Давайте мы вот здесь, в этом месте прервемся. И я обещаю, что следующее видео я вот продолжу именно с того места, на котором остановился. А сейчас давайте расстанемся. Надеюсь, ненадолго. Всего хорошего. И до скорой встречи. Спасибо.